В одном зале лидеры бизнес-сообщества, предприниматели, представители власти. Второй год Госуниверситет УНПК объединяет тех, кто хочет работать сам и создавать рабочие места для других. В этот раз форум предпринимателей собрал почти две сотни участников. В результате форума будут подготовлены документы, обращения и администрации области, областному совету для создания условий для развития малого и среднего предпринимательства Варваровской области. Сам факт того, что в последнее время мы достаточно часто собираемся предпринимательским сообществом, говорит о том, что у нас уже начинает в Варваровской области формироваться некое сообщество людей, сообщество людей вокруг бизнеса, которым не безразлично развитие себя, развитие своих коллег и в целом развитие города и области. Таких, как Евгений Путилин, молодых людей, которые связывают свою жизнь с предпринимательством, становится больше. Как найти финансовые средства для начала или развития бизнеса, а как потом удержаться на плаву? Вопросы, которые не беспокоят лишь единицы. Мер достаточно много, скажем, и для стартовых предпринимателей, и для приобретения оборудования и так далее. Скажем, это все хорошо, но сейчас необходимо все-таки работать с рынком. Единственное, могу сказать, что кризис – это возможности, и сейчас самое время дешево купить долю на рынке. Руководитель департамента Юрий Есипов подтверждает – перечень мер поддержки действительно солидный. Это грантовая поддержка для начинающих предпринимателей. Она у нас уже более 60 лет реализуется, и около 160 предпринимателей уже воспользовались этой мерой поддержки. И, на мой взгляд, она на сегодняшний день является наиболее доступной и наиболее простой для подготовки пакета документов. В правительстве региона и в областном совете говорят так – предстоит еще очень большая работа по созданию комфортных условий для предпринимательства. Однако и уже сделано немало, в том числе и на законодательном уровне. Установление налоговой ставки нулевой для тех предприятий по реанимному виду деятельности, которые сегодня вновь организовываются. Сегодня мы делаем определенные льготы по налогам для тех предпринимателей, которые работают в наших муниципальных районах, в малочисленных муниципальных районах. Есть шаги, которые правительство делает по улучшению инвестиционного климата, по снижению давления. Также контрольно-надзорные органы значительно снизили и уменьшили, во всяком случае, в своих планах нагрузку по проверкам. В области сегодня делают ставку на развитие предпринимательства и вкладывают в эту сферу довольно большие средства. За последние шесть лет на программы для предпринимателей выделено 700 миллионов. Помощь два фонда – поддержки и микрофинансирование. «Правительство Арбовской области приняло решение не менять процентные ставки. На сегодняшний день процентные ставки по займам, которые получают предприниматели в нашем фонде микрофинансирования. И сегодня любой предприниматель в любой сфере деятельности может получить в фонде микрофинансирования займ на приобретение основных средств под 6% давления». Для того, чтобы разговор прошел конструктивно, его провели в формате открытой диалоговой площадки. Обсуждалось и самое наболевшее – взаимоотношения клиентов и банков, кредитование бизнеса. Не забыли собравшиеся и о профессиональном празднике предпринимателей. Почетные грамоты и благодарности вручили нескольким представителям бизнеса. Судя по настрою участников и организаторов, этот форум имеет все шансы быть традиционным. Тем более, что в самом ВУЗе говорят о готовности стать диалоговой площадкой между предпринимательством и властью. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаускас, Телеканал Первый областной.